Следующая серия будет после того, как мы наберем под этим видео 15 тысяч лайков. Поэтому ставь лайк и пиши комментарий, чтобы продвинуть это видео в тренде. Больше четырех слов. Всем привет, на связи я, Юня. А вы знали, что в Майнкрафте много версий? Юнь, ты опять повторяешься? Я просто напоминаю. А, тогда версии чего? Майнкрафта. Сегодня я расскажу вам о версиях с 1.14 до 1.16. Если ты не видел, а, предыдущие серии, ссылочку я оставлю в описании на все серии. Начни лучше с первой. Юнь. Да? А можно кое-что включить? Что? Мое любимое. Версия 1.14. Деревня и грабеж. Основное внимание сфокусировано на обновлении деревень. Обновлен биом тайга с лисами. И добавлен новый биом. Бамбуковые леса, джунгли. Вместе с бамбуком и пандами. Новые блоки. Больше ступеней. Больше плит. Больше заборов. Больше табличек. Костер, который может готовить сразу до четырех блюд. Но в три раза медленнее, чем в обычной печи. Может быть потушен ведром воды. Новые цветы. Добавлены строительные леса. Которые позволяют легко и быстро взбираться и опускаться при нажатии прыжка и приседания. Добавлен ткацкий станок. С помощью него можно легко работать с флагами. Добавлены бочки. Это же самое как сундук. Но в отличие от него, может работать находясь в тесном положении. Даже если над бочкой расположен другой блок. Колокол. Который нужно нажимать. Вы нажали колокольчик? Чтобы не пропускать мои новые видео. Добавлена плавильная печь. Позволяет плавить руды и мета вдвое быстрее, чем обычная печь. Кузнечный стол. Стол картографа. Компассер. Производит костную муку. Используя все, что вам не нужно. Стол лучника. Функциональность пока неизвестна. Для красоты. Точила. Уничтожает чары. Кроме проклятий на каких-либо предметах. Кафедра. На нее можно положить книгу. Коптильня. Позволяет готовить еду вдвое быстрее, чем обычная печь. Камнерез. Используется для более простого создания различных вариантов камня. Кост сладких ягод. Новые предметы. Узоры флага. Арбалеты. Новые мобы. Разбойник. Разоритель. Здравствующий торговец. Коричневая грибная корова. Добавлено 7 новых достижений. Ну что? Деревня поменялась? А ну-ка посмотрим, посмотрим, посмотрим. Что? Подождите-ка. А, да, я же сюда вообще через окно зашла. У-у-у. Ну, ничего не поменялось, конечно же, потому что генерация-то не обновилась. Ну ладно, ничего страшного. Пойдем чуть подальше и найдем новую деревню. Вот оно. Вот оно. А где шляпы на вас? Не понял. А где реально шляпы? Ну, я вижу, что архитектура уже поменялась. Вижу, вон, общежитие стоит. Там, где много кроватей. Палаточки. А, это козаек дома. Но не важно. Поменялась. Ой, тут колокольчик еще стоит. Колокольчик нужно нажимать под видео. Ага. Перейдем к достижениям. Хочу сейчас сделать железного голема для обороны деревни. Хоть и уже есть какой-то вот другой. А что, у меня зря, что ли, столько много железа? Сейчас все сделаем. Так. Делаем железные блоки. А тыква? Тыква. Тыква. Мне нужна тыква. И да, я бегать даже не могу. Хоп, хоп. Пока палки. Так, у меня есть тыква. Наверное, мне нужно, типа, сделать ножницы. Ой, так. 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 А как? Так, сколько мусора. Ладно, а если поставить тыкву, взять ножницы и бахнуть? О, мое. Все, делаем голема. Пам-тадам-пам. И раз, два, три. Еееей, цель достигнута три закона. Голема техники. А если я его ударю, он будет меня бить? Я же его создатель. Хм. Хм. Проверим. Да, не будет. Он не будет меня бить. У-ху. Умничка моя. 1.14.1. Теперь костер можно зажечь огненными стрелами. Также в этой версии где-то должны находиться аванпосты. Очень хочется посмотреть, как они выглядят. Я, конечно, знала, как они выглядят, но как они выглядят, все равно хочется. А я же не облуталась. Сейчас посмотрим, что в деревне есть. Ага. Грибочек. Что он тут делает? Хм. Ладно, я пойду лучше. Вдруг тут живет бабка. Опять грибочек. Что-то подозрительно. Хотя, что я удивляюсь. Деревня-то на болоте? Может, это реально бабка? О, господи. Это, наверное, и есть комната бабки. Федь. Лучше бы я бежала дальше. Ничего полезного нет. Меня, возможно, скоро найдут. Пока. В принципе, недалеко я шла от деревни и уже начала аванпост. Так, а что, кстати, по аванпосту? Есть какие-то штучки? О, да. О, выстрелите из арбалета. Отправьте разбойника той же монетой. Двух птиц одним выстрелом. Ага. То есть мне нужен арбалет. Хм. Ну, в принципе, арбалет может выпасть из них. Так что выкину все ненужное. И поехали драться. О, я уже вижу командира. А где мой щит? Вот. Все. Не выстрелишь. Ха. На. Ау, да. Ха-хау. На. А, о, так, отлично. Монтирую это видео. Я заметила, что мне выпала ачивка. Играя, я ее не заметила. Поэтому я продолжила дальше играть и забила на ачивку. И версия не поменялась. Так что давайте сделаем вид, что этой ачивки нет. Ага. Вау. Мне выпала зловещий флаг. Че это такое? Дурное знамение. Оу. Хе. Кажется, сейчас будет набег на деревню. На какую, я не знаю. Ведь я ни в какой не живу. Хе-хе. А, наверное, не буду следовать за мной. Черт. Ладно. Ха-ау. Давай, стреляй. Оп. Ха, рикошет. На. Ну че? Мне нужен арбалет. Давай. Хоп. А, со всех сторон. Вы че? Ау. Ау, ау. Ау. Ау, да. А, кокос много. Так, ладно. Вы меня что-то окружаете уже. Вау. Боже мой. Еще с этой стороны. Ау, ау, ау. Арбалет, выпади, пожалуйста. Ой. Арбалет. Я видела, как один разбойник убил другого. Разбойника. Отлично. Пока. Не бежите, не бежите за мной. А, я еще не отрегенилась. Подождите. Ха-ха. Вы че? А, ну да. Так, ладно. На. Получай. Отлично. 1, 14, 2. Исправлены ошибки. Расскажи вам интересный факт. Максимум в книге 100 страниц. А, они все еще бегут за мной. Ладно, надо с ними разобраться. Отлично. Отлично. Давай, последний. О, можно починить. Нет, нельзя. Ну что ж. О, с одним арбалетом я выполнила два достижения. Это офигеть, как прикольно. 1, 14, 3. Исправлены ошибки. И интересный факт от меня. В этой версии были добавлены башкинские и готские языки. Осталось убить двух фантомов одной стрелой. Я не знаю, как это возможно. Но мне нужны спервострелы. Они на мне. Хорошо, два фантома одной выстрелы. А, каких фантомов? Фантом? Корову-то за что? А, еще с другой стороны. Да, блин. Ау, ау. Все, я побежала. Я побежала, я побежала, я побежала. Так, тут где-то должны быть интересные сундуки. Вот они. Арбалет, нормальный арбалет. Так, ниточки. Пузырек опыта. О, это мне тоже нужно. Потому что дерева у меня нет. И все, и все. О. Блин. Ну ладно, у меня есть. Опачки. У меня уже 69 уровень. Куда больше. Я, наверное, от вас убегу. Где мне найти фантомов? Так, окей. Я сейчас просто бегу. Прыгаю и бегу. Прыгаю и бегу. О, ведьма. Можно, знаете, спрятать их в какой-нибудь ловушечке. Типа вот так. И накрыть еще тут. И стрельнуть. Но сперва мне нужно их найти. В принципе, пока я готовилась к съемкам, я просто так простояла дня 4. О, господи. Поэтому, наверное, они должны уже спавниться. Я, правда, их никогда еще не видела. Но знаю, что они летают. Подождите, это он. О, это они. Так. Так, так, так. Не мешайте. Мне нужно их как-то стрельнуть. О, ты что, фантом? Какой сильный. Я вижу еще вон там фантомов. А, куда уйди? Ты что? Так, может быть, он там застрял, и мне придется лишить второго. Блин. Второго в ловушку запрятать. Так, давайте посмотрим. Ай, скелет мешает. Вон один, второй. О, отлично. Это был отличный шанс попасть в ней. Так, терпим. Так, кажется, они реально застряли. Так, ломаем еще раз. Пау. Давайте. Это было очень сложно. 1, 14, 4. Исправлены ошибки. Наступил день, а значит, новое достижение надо выполнять. Итак, хочу выполнить свет в конце тоннеля. Воспользуйтесь тотемом бессмертия, чтобы перехитрить смерть. Тотем бессмертия нельзя скрафтить. Поэтому сейчас я отправлюсь в особняк. К разбойникам, ну или поборникам, как их там. Поэтому вперед на поиски. Вот он, этот огромнейший, красивый особняк отеля. Да, очень похоже на отель. О, и вход тут рядом. Ох, надеюсь, мне повезет. Пусто. Пусто. О, тюрьма. Пусто. Пусто. Вау. Красота. Пусто. О, мой любимый цвет. Тырка. Пусто. Подождите. О, ботун. О, вау. Это что? Это... А что это? Кто знает в комментариях, что это такое? Пишите, пожалуйста. Хм, сундук. Это я заберу. И вот этот тоже заберу. Вау. Пусто. Сундуки. Хм, пусто. Где вообще все разбойники? Что за странность? Никто за мной не выехал еще почему-то. Не смотрели даже на то, что у меня бесконечный эффект. Ладно, может на втором этаже кто-то есть. Ау. Опа. Опатьки. Пластинка. Да еще и страшная. Вот порох мне нужен. Для будущих зелий. Типа кровати. Папа-риро. Папа-риро. Папа-риро-риро. Вон он. Папа-риро. 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 Во. Что это за щупальца? Быстрее. 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 У-у-у. Достойте вы. Кыш. Никого нету. Никто меня не встречает, не провожает. Ничего не происходит. О, зомби слышу. Ты тут? Где это? Это что я нашла? Понятно. Негодяи, выходите. Мне надо, чтобы меня кто-то убил. Один раз. Ой, почему никого нету? О, зомби. Давай ты. Я отдаюсь тебе. А, давай я сниму броню, хорошо? Ну, давай, дальше, дальше. Дубай с меня. О, что еще выкинуть? Что-то я найду у себя в деревне пшеницу. Ну, все. Есть, отвечаем. Бежим. Теперь бежим. Спасибо, зомби. Ура, чешка выполнена. 1.15. Обновление жужжащих пчел. Новые блоки. Пчелиное гнездо. Улей. Блок меда. Блок пчелиных сот. Новые предметы. Бутылочка меда. Пчелиные соты. Новые мобы. Пчелы. Добавлены новые достижения. Я не знаю, что произошло. Я зашла на 1.15. И у меня почему-то вместо страшного эффекта регенерация. А, я не разбираюсь, почему так. Пожалуйста, напишите в комментариях. Да. Ну что ж, пчелочки-пчелки. Хочу вас найти. Нашла самых милых пчелок. И у них уже есть мед. Так что мне нужны просто пузырьки. Вы тут никуда не уходите. Мне нужен песочек. О, еще один улей. Вау, круто. Ждем. Чтобы сделать блок меда, нужно 4 бутылька. Интересно, с одного уля сколько выпадает меда? Один? А может быть два? И как раз у нее два улей, а будет значит два бутылька. Хоп-хоп. Идем улей. А мне, кстати, за это пчелы же по жопе дадут, да? Ха-ха-ха. Ой-ой-ой. Ну ничего, побегаем. Нормально все будет, да? Ух. Так-так, у меня есть свободное место. Это что? Это я уже нашла. Итак. Хоп. Одна штучка. Хорошо. Побежали. Побежали, пока никто не заметил. Реально никто не заметил. И второй улей. Хоп. А! Не злись, не злись. Вы сделаете еще меда. А я, я никак не смогу сделать. Вообще никак. Так что пока-пока. Мне нужно найти где-то еще два. Либо подождать, пока они сделают еще мед. Точно. Блин, она злая. Эй, малышка. Успокоишь-ка. Ой-ой-ой. Ну да, я лучше подожду. Потому что эти два улей я искала очень долго. Так, я жду вас, пчелки. Мне нужны еще две штучки. Давайте. Работайте. Я дождалась. Пока. Пока, пчелка. Пока-пока-пока. Не надо за мной ходить. Так, а тут все готово? Нет? Ну блин, ну давай, скорее. Готово. А теперь пора домой бежать. Домой, 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 домой. Что за звуки? Это от тебя такие звуки? Ты че? Привет. Ну... Какие странные штуки. Делаем медику. Так, поставим этот блок, например. Что? Оу, он что, в портал пошел? Торговец. Ладно, не важно. Сюда поставим. И... Ой, криво. Ладно. И... Прыг! Ладно, а если... Ну, хоп. Эй. Она не работает. Может, надо было подпрыгнуть? Подождите. Вот сюда еще поставлю. Так. И... И... Прыг! Почему она не работает? Прыгните в блок меда, чтобы замедлить свое падение. Может быть, надо типа как воду? Прыг! Аааа! Это как? Прыг! Глупый мед! Эй, хоп! А может, мне надо было сперва подкрепиться? Ааа. Наверное. Хм. Сейчас проверим. Так. Ох, кролик, привет. Я посмотрела в интернете. Оказывается... Это просто блок такой дебильный прозрачный. Подумала, что достижение неправильное. Оказывается, нужно сбоку съезжать, а не на него. Хорошо. Может быть, вот так оно сработает. И... Хоп! Да! Это было легко. 1.15.1. Исправлены ошибки. Я нашла еще улей и маленькая пчелка. Тут деда летает. Маленькая пчелка. Посмотрите, какая она маленькая. Это ее мама. Это маленькая пчелка. Ааа. Ладно, следующее достижение, которое я хочу выполнить, это пора подкрепиться. Для этого мне нужен костер, чтобы поставить его под улей. Дым шел в улей и пчелки не злились. Не знаю, как это работает, но как это работает. Я их выпариваю или что-то такое. А снова уголь и палки. Так, 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 бежим, бежим. Так, 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 так. Ставим костер. Ждем на всякий случай, ждем. И можно, да, можно? Еее! 1.15.2 Пчела больше не злится, если сломать улей или пчелиное гнездо с помощью инструмента, зачарованного на шелковое касание. Она типа видит, что в кармане. Все осталось целехеньким. 1.15.2 Время выполнить морские достижения. Вообще давно была пора. Отправляемся в море, но сперва я хочу очистить свой инвентарь. А то, господи, как много всего у меня. И погнали море искать и трезубец доставать. Блин, надо было лодку сделать. Ладно, сейчас будет и лодочка. Наверное, они около чего-то ценного. Да, вам вижу, вроде как корабль утопленный. А, уже закат наступает. О, да-да-да, самое время. Сейчас будет ночь, будет много утопленников. Да-да, я вас жду, ребята. А пока их нет, посмотрим, что у нас под водой. О-о-о, вижу утопленника с трезубцем. Так-так-так, так-так, нет, а, умри. Выпал, выпал трезубец. Хорошо, так, что с ним нужно делать? Метните трезубец в цель. И поразите крестьянина молнией. Что, это как? Ладно, в какую цель? О, утопленник. Е-е-е-е! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова